Лора Вайс. Отражение Евы. В жизни гениального профессора кибернетика Даниэля Берга случается беда. Его жена Ева попадает в автокатастрофу. Вердикт врачей – пожизненная инвалидность. Молодая женщина отныне прикована к кровати. И чтобы облегчить существование любимой, Даниэль активирует созданную им программу, способную выводить сознание человека в киберпространство. Однако Берг даже не подозревал, каких монстров разбудит в реальном мире, когда осуществит запуск. Ведь программа способна на такое, за что и убить не жалко. Жизнь Евы теперь в опасности, ибо за ней отправляют наемника. Но сможет ли убийца сделать то, что должен? Глава первая. Лаборатория кибернетики и ассимиляционных процессов. Корпорация Веста. Время – 16.30. Профессор Даниэль Берг собирался домой. Сегодня он решил уйти пораньше, чтобы отметить свой 35-й день рождения, для чего условился встретиться с женой у ресторана «Тортилья», что располагался на углу Терк-стрит, недалеко от Джефферсон-сквер. Столик был заказан на семь, и Даниэль спешил как никогда, но не из-за того, что страстно желал праздновать, а потому что пять лет назад в этот самый день сделал предложение своей жене. Он, как всегда, хотел порадовать именно ее, любимую и прекрасную Еву, девушку, с которой случайно встретился в лифте корпорации Веста, куда юная Ева пришла на собеседование. Ей было всего 25, но ее опыту и интуиции уже мог позавидовать любой из седовласых метров своего дела. Мисс Фармер еле успела проскочить между закрывающимися дверями лифта, и лишь когда стальной короб все же закрылся, а на табло загорелась стрелка вверх, она обернулась и посмотрела на того, кто, оказывается, все это время робко стоял в углу, неуверенно поправляя свои несуразные очки. Берг, подобно ребенку, которого застукали ворующим сладости, краснее и одновременно бледнее, смотрел на смелую и дерзкую красавицу, оценивающую его с ног до головы, без малейшего стеснения. Когда сканирование было завершено, она резко подняла взгляд, и глаза цвета бирюзы устремились прямо в душу профессора, будто он смотрел на картину великого Рериха «Гибель Атлантиды». В тот день он и сам погиб. Так и сегодня. Берг зашел в тот самый лифт и, пока спускался на первый этаж, вспоминал их первую встречу. До того момента он не верил в любовь с первого взгляда, считал подобное чувство порывом, химией, чем угодно, но только невлюбленностью. Что говорить, Ева преобразила все. Буквально в один миг будто щелкнула пальцами и изменила полярность его мыслей и мировосприятия. Кто-то скажет, что этот мужчина слаб и поддатлив, однако это не так. Просто этот мужчина влюблен. И вот он уже сдал все активационные ключи охране, вышел из дверей огромного бело-голубого здания и с легкой душой направился к дороге, чтобы поймать такси. Усевшись в авто, пойманное с третьей попытки, Берг откинулся на спинку сидения и попросил водителя отвезти его на Терк-стрит-13. Пока машина неспеша преодолевала один перекресток за другим, Даниэль рассматривал маленькую коробочку, очевидно, с кольцом. В этот день он всегда сам дарил подарки и не позволял что-либо покупать ему самому. Они уже давно договорились, что 17 сентября будет днем наоборот. Представляя лицо Евы и ее вечно светящиеся глаза, улыбался практически незаметно. Но в той улыбке была не просто радость или удовольствие, в ней была верность и особая привязанность. Кто бы знал, что такой практичный, серьезный и непоколебимый немец всецело преданной науке сможет так влюбиться. И все же это произошло. Он просто пропал. Вся практичность рассыпалась в прах. По крайней мере, когда Даниэль был с ней. Подъехав к месту встречи, профессор вышел из такси и направился к ресторану, в окнах которого горел мягкий тускловатый свет. На улице было как никогда тепло. В воздухе зависла вечерняя дымка, а на небе уже начинал просматриваться месяц. Какой необычный вечер, подумал про себя Берг. Затем открыл дверь и устремился внутрь. Милая девушка-администратор встретила его радушно, можно сказать, по-родственному. Ведь чита Бергов были частыми гостями у Корнелия Амичи, хозяина тортильи. Дорогого гостя сопроводили к столику, после чего официант зажег небольшую керосиновую лампу, предложил меню и удалился за стойку. Даниэль смотрел в окно и ждал. А на часах уже значилось 19.15. Ева всегда опаздывала, но не более чем на 10 минут. Поэтому он достал свой телефон и готов был уже набрать номер жены, как его внимание отвлекли несколько машин скорой помощи, пролетевшие подобно молнии по дороге. В следующую минуту в двери зашла пара, и пока их провожали до столика, они громко обсуждали какой-то несчастный случай в нескольких милях отсюда. Видимо, именно туда спешила вереница из машин парамедиков. Решил для себя Берг и снова опустил взгляд на телефон. На этот раз он набрал номер и поднес сотовый к уху. Однако автомат ответил, что абонент вне зоны доступа. Где-то внутри него уже поселилось сомнение и какое-то неприятное чувство, какое-то напряжение и дискомфорт. Тогда Даниэль набрался смелости и обратился к рядом сидевшей паре. «Добрый вечер. Я прошу прощения, но не могли бы вы мне рассказать, что за несчастный случай произошёл?» «Конечно», — громогласно ответил молодой парень и слегка подвинул стул в сторону профессора. «Мы ехали по Франклин-стрит, а там такое творится». «Что же?» — уже взволнованно спросил Даниэль. «Лобовое столкновение. Видимо, какой-то придурок выехал на встречную. В общем, обе машины всмятку. Везде полиция, парамедики, толпа зевак». И тут в разговор вступила девушка. «Там будут серьёзные разборки. Одна машина представительского класса. На ней ещё был знак». «Какой знак?» — чуть ли не со стоном в голосе произнёс Берг. «Ну, эта компания — одна из самых крупных разработчиков в области нанотехнологии кибернетики в Сан-Франциско». Тогда уже подхватил парень. «Да-да, точно. Их директоров часто по третьему каналу показывают. Кажется, и Веста». «В точку! И Веста!» — гордо заявила девушка. И в одно мгновение Даниэль подскочил со своего места. Он выбежал на улицу, забыв про пальто и кейс. Ведь Ева всегда ездила на машине с водителем, которую ей выделила корпорация. Поймав такси, Берг устремился туда, откуда уже доносились звуки сирен. Внутри него всё сжалось. Тяжело было даже дышать, не то что говорить. На удивление водитель и так понял, куда надо ехать, поэтому молча тронулся. Когда оказались на месте, профессор выбежал из машины и сразу же бросился в толпу. Он яростно пробирался, распихивая глазеющих людей. Он думал только об одном, чтобы парочка ошиблась, и там была не она, не его Ева. Поравнявшись с вереницей из полицейских, Даниэль пытался рассмотреть, что же там творится. А там стояло несколько машин парамедиков, пожарные, которые резали металл и пытались добраться до кого-то, кто сидел в смятой, подобно консервной банке из-под сардин, машине чёрного цвета, с тем самым знаком на двери. Полицейский хотел было уже оттолкнуть профессора, как Берг достал пропуск. «Я работаю на Эвесту, и там…» – просипел, указывая дрожащим пальцем на искорёженный кусок металла. «Наши люди, пропустите». «Ладно, проходи». Даниэль бросился к машине. И в этот самый момент пожарники добрались до пострадавших. Рядом уже лежало одно тело, накрытое чёрным пакетом, из-под которого выглядывала ровная багровая лужа. Спасатели подкатили каталку и готовы были принять спасённого. Далее всё происходило, как в тумане. Пожарный вытащил женщину, её уложили на каталку и немедленно повезли в направлении машины скорой помощи. Даниэль поспешил за ними, он просил показать, кто там. Один из спасателей отошёл в сторону и показал ту, которая лежала с закрытыми глазами и кислородной маской на лице. С губ профессора сорвалось лишь одно слово. «Ева». Глава вторая. Госпиталь Святого Луки. Сан-Франциско. Калифорния. Время 2.30 после полуночи. Её доставили в Госпиталь Святого Луки и сразу же отправили в операционную. А мне оставалось только сидеть и ничего не делать. Более беспомощным. Ещё никогда себя не чувствовал. Что я мог? Здесь территория врачей. Моё же место в лаборатории. Там я король, а здесь пустышка, вынужденный пялиться в белую стену и считать воображаемых мух. Всё случилось так неожиданно. Я пытался пройти к ней, поговорить с хирургами, да хоть с простым волонтёром. Но ни один не пожелал оторваться от своих чрезвычайно важных дел. Они лишь успокаивали и усаживали на место, а если продолжу буянить, грозили выдворить на улицу.